Какая она там партнерша? Ой, первостатейная там. Сперва пока вопрос. Что у тебя внутри говорит насчет того, что ты в Благовещенске? Что ты лохушка, что ты в Благовещенске? Ну, это вообще будет очень сильно поверхностно. Где же с вами какой надлом случился? Ну, обидно же. Как стать вот такой глубокой, яркой, успешной? Тантра — это не только тантрические парные техники. Тебя это касается в жизни? Женщина должна соблазнять своего мужчину новыми танцами, эротичным бельем. Я даже не задумывалась, что у меня вот такие мысли появятся, вот такие реакции. Я такая эмоциональная, темпераментная, мне надо сказать это, да, все. А с чем к тебе чаще всего приходят? Слушайте, вот счастье — тема просто вообще изъезженная. И как вы сейчас уже объясняете? Анастасия, а как ты себя узнаешь как женщин? Сейчас ты подожди, ты о чем подумала? Дорогие друзья, я приветствую вас вновь на нашем канале Азарушка ТВ. Напомню, что подкаст «Лица», идея подкаста «Лица» — знакомить вас с уникальными, оригинальными, успешными, разносторонними людьми нашего региона. И через их жизненные истории, через их примеры, через их опыт показывать вам, а как можно, а как можно жить и развиваться, и становиться успешными на нашем Дальнем Востоке. Сегодня у меня в гостях замечательная, красивая, яркая, глубокая, мне хочется добавить, манкая женщина. В Бразилии так и говорят, женщина манго. Манго? Да. Прекрасная, замечательная Янина. Я хочу познакомить, я думаю, что этот эфир будет очень интересен всем, женщинам и мужчинам, но в первую очередь женщины. Прям рекомендую посмотреть этот выпуск. И мне хочется, чтобы сегодня Янина поделилась с нами своими инструментами, секретами, всем своим, ну может быть не всем, а таким самым интересным опытом, как стать вот такой глубокой, яркой, успешной, разносторонней, интересной женщиной, у которой, ну насколько я знаю, в данный момент во всех сферах жизни сейчас достаточно успешно все происходит. Я права? Благодарю вас. Да, Янина, здравствуйте. Давайте уже знакомиться. Сперва пока вопрос. Янина, наверное, часто задают этот вопрос. О боже, сколько вопросов мне задают. Ну первый вопрос про имя. Ты Нина? Либо Янина, записали фамилию, говорите имя. Имя Янина. Ну я поняла, фамилию я записала, как имя-то? Поэтому ты Нина. Ну и в общем это сразу байкой становится мое имя. В общем и как вы сейчас уже объясняете? Я уже готова к тому, что человек может не понимать. Для меня наоборот удивительно, как некоторые наоборот, а, Янина, у них в опыте в жизни нам уже есть прецедент встречи с Яниной. И поэтому нормально на это реагируют. Это имя по паспорту? Да. В паспорте, да. Отец дал мне это имя. А что-то это значит наверняка? И старославянское, и староеврейское. Ну вообще в Украине очень часто называют детей. Я с Украины, я хохлушка. Вот. Божья милость или Божья благодать? Как глубоко. Надеюсь. Янина, скажи, пожалуйста, вот если еще поговорить про имя, чувствуешь ли ты вот то, что оно значит, что как-то это раскрывается с тобой по жизни? Вообще имя, а в маркетинге нейминг сейчас часто, да, или как корабль назовешь, так он и пойдет. Или китайская традиция бадзи и тоже дача имени ребенку очень много значит. То есть она предопределяет, либо постоянно напоминает ему о том, чего бы он хотел в жизни. И на тренингах многих, многие годы, которые я посещала йоги, ко мне обращались Божья благодать, да, например, чтобы я была в сознании, в присутствии того, для чего я существую, что я могу дать этому миру. То есть оно как бы меня направляет, оно меня настраивает. Поэтому имя человека — это важная часть его самонастройки, самоценности. И, Нина, давай, чтобы нашим зрителям вначале немножко стало понятно, да, как тебе представить, потому что я, кроме, как сказать, психолог, ну, это вообще будет очень сильно поверхностно. Расскажи, пожалуйста, если это возможно, кратко, кто ты, про что ты, для кого ты, о чем ты. Вот очень ловкий такой вопрос, Настя, ответить себе, либо кому-то, тем более, на вопрос, кто я, у некоторых, да, у меня, наверное, занимает всю жизнь, это целый процесс. Я никогда не могу сказать точно, кто я до конца. В соответствии с ситуацией, либо актуальности какой-то, я могу сказать для человека, с учетом его возраста, его профессии, его каких-то намерений, потребностей, чем я могу быть ему полезной и занимаюсь в тот или иной период времени. И поэтому сейчас в каких-то ситуациях я скажу и представлю, что я психолог. И этого будет достаточно. И этого будет достаточно. Для тех, кто меня уже знает, там, многие знают меня по моей преподавательской деятельности 20 лет, за 20 лет меня многие выпускники знают и помнят, они знают меня как преподавателя. Преподавателя чего? Преподаватель китайского языка и английского языка, доцент кафедры, да. Поэтому у меня есть опыт преподавания в высшей школе образования. Вот кто-то, если обращается, и ему не важны, то есть для него незначимые элементы, не психологи. Психологи это может очень отпугивать. Потому что очень много есть здесь заблуждений по этому поводу, что я нормальный, мне туда не надо, туда ходят исключительно уже психи. Но для психов есть психиатрия, а не психологи. Психологи, я бы так сказала, это душевный тренер, либо психологический тренер. Для них я могу представиться иначе. Допустим, лайф-коуч, чтобы пощадить эго и не вызвать бурю сопротивления. Ну опять же, а есть, я думаю, что есть такое, смотря в каком регионе находишься, такие формулировки, да? Да, допустим, в мегаполисах Москва, Питер, там нет таких вопросов, потому что уже больше люди в это погрузились. Потому как 20 лет назад, когда именно здесь, в этом регионе, я вела йогу, женскую пластику, стрип-пластику, вот эти слова говорить было очень неловко в обществе, очень неловко. Потому что это звучало как секта сектанства, то есть наставник или тренер йоги, что такое йога? Или женская пластика, о, посмотри, посмотри, шлюх свои пейла учить танцем. Я до сих пор это помню. Вот, а в мегаполисах это раньше начинаются все процессы адаптирования, переработки, переживания, вот этих вот глобальных веяний новых. И там уже проще к этому относятся, наоборот, они как-то тянутся, да, нет предвзятого отношения. Но вот здесь это, конечно, да, когда тот же выпускник мне говорит, как, успешный переводчик, и чаши, тару, что вообще происходит? Где же с вами какой надлом случился? Ну, обидно же. За вас лучше, что все хорошо ли у вас, да? Да, понятно. Немножечко затронула ты тему своего прошлого. Вот хочу туда погрузиться. 20 лет назад начала вести йогу. Может быть, даже больше. Но в любом случае, вот как по моему опыту, я думаю, согласишься, в нашу жизнь приходят те или иные какие-то проводники, учителя знания, в какой-то момент, когда нам это нужно самим. Готов ученик, приходит ученик. Да, ну, либо что-то вот, какие-то внутренние, да, потребности там, что-то нужно трансформировать в своей жизни, выйти на какой-то новый уровень. Что у тебя произошло? Почему тебя ноги привели к знаниям, к этим? Вот что-то внутри произошло наверняка. Не только то, что произошло, но что и было внутри, и оно требовало проявления. Искала выхода. Да. Один из инструментов у меня астрология. Сейчас тут перекрестятся некоторые, скажут, господи, какая, что это? Как показывали. Вообще покоя. Начинаем. Это не наука. Астрология, преподаватель йоги, преподаватель китайского, английского, психолог. Так. Продолжаем. Ну, инструкторов по верховой езде, тренинги, тренинги на женские. Женские тренинги. На лошади, верхом на лошади, вот так правильно сказать, да. Именно женские. Да. А чем отличаются женские от неженских? От неженских чем отличаются, но... Почему такая? Восприятие у нас жизни разное с мужчинами. И в некоторых случаях, вот я даже рекомендую, ну, посмотреть, наблюдать женщинам за мужчинами. Как они это делают. Да, как они воспринимают этот мир. И учитывая эту разность, сохранять собственные ценности себя и бережные, и ценные отношения к себе, вот позволяет как раз телесная практика верхом на лошади. Для женщин именно. Потому что очень многие женщины в созависимости, находясь в токсичных отношениях. Боже, там сейчас такое слово скажет, абьюзер. Я не люблю вот эти термины, честно говорю. Но я их все знаю. Они такие модные. Да, они очень модные. Я их слышала, я знаю, но я стараюсь говорить без них. Слушай, вот очень интересно, ты когда прислала о себе и вот верховая есть, да, и оно как бы понятно, классно. И сейчас ты говоришь, что это не просто верховая, это вот как элемент такой тренинг. Так вот я не договорила. Что лежало внутри меня, оно требовало выхода. И это произошло в момент моего начала трудовой жизни в педуниверситете и рождении ребенка. И мне захотелось смысла. Мне захотелось более чего-то интересного, чем увлечение фитнес, занятие телом, что-то более глубокое. И в астрологии у меня очень много маркеров того, что психология, психоанализ, целительство – это мое. Воздействие словами, возможность присоединения, видения, создания условий. Ты уже тогда обращалась к астрологам? Да. Ты искала, что у тебя внутри? Да, да. Ну, допустим, я была в теме тантра. Тантра – это не только тантрические парные техники, мои дорогие мужчины. Давай тоже раскроем. А в тантре очень много направлений, по-моему, 64 или более. Это мы на лекции, да, йог, индус приезжал, и вот он нас обучал этому. И туда и ходит и йога, и дыхание пранаям, и мантра пропевания или медитация с помощью мантр, то есть звукобуквенных, там, сочетаний, звукосочетаний. И туда, значит, терапия камнями. Вот я не указала, что я тоже это использую. И цветотерапия, и ароматерапия туда входит, и массажные техники туда входит. В общем, туда очень много что входит, и астрология в том числе. Вот, но туда входит астрология джойтиш, конечно, а я европейской больше астрологией занимаюсь. И использую это в психологии, кстати. Натальная карта, то есть определенное положение небесных тел в момент и в месте нашего рождения. И это не может не влиять на наш темперамент, способности и предрасположенности. И вот эта вот предрасположенность у меня к психологии, к трансформациям, к созданию условий для трансформации для людей. Оно вот во мне сидело, оно требовало выхода. Я этого не осознавала тогда. Я интересовалась исключительно любознательно, жажда знаний. Мне было очень интересно. Я поглощаю этот мир для того, чтобы его узнать, переработать, пережить. И я не могу не поделиться. А самая вот для этого откликающаяся или вот соответствующая профессия для меня, для моего расклада, так скажем, способностей, это психолог. Там, где я могу слиться, соединиться, отстраниться и создать какие-то условия, чтобы помочь увидеть колею человека, выйти из нее и войти в свой ресурс, чтобы выйти. То есть я покажу как, а дальше ты сам. Да, да, да. Очень интересно. 20 лет назад ты начала всем этим интересоваться. Тебя как бы вело, да? Да, меня вело. Меня вело. Я 20 лет этим занималась и поглощала эти знания. Затем в жизни произошли события, да, наши обстоятельства, которые позволили мне это прожить, пережить и посмотреть по-новому или получить новые какие-то точки зрения или видения в жизни. Это 20 лет стажа, это развод, измена предательства, развод, это смерть близких, это смерть моего отца, брата. И все это где-то примерно в несколько лет, вот в год или в несколько лет, вот в этот промежуток случается. Прямо все случилось. То есть жизнь меня привела к трансформациям на разных уровнях, на всех уровнях практически. И еще плюс, я вышла из группы, которая вела тренинги йоговские, вот, у которых я училась, да. Допустим, я тоже сказала свое «я», я хочу автономии, ну, и я получила свою автономию. И вот с этого момента у меня продолжается… Новый путь, новая единина. Да, да. Новая, абсолютно. Вот скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас клиенты, это в основном женщины или только женщины? Да, в основном, да. В основном женщины. И когда к тебе приходят женщины, ты используешь, собственно, весь свой вот этот опыт, багаж, все свои инструменты, применяешь? Да, конечно. А с чем к тебе чаще всего приходят? Развод, измены. Как правило, что это происходит? Смотрите, да, развод, измены, переезды. Вопросы в коллективе, во взаимоотношениях. Есть отчасти вопросы в взаимоотношениях с детьми. Но здесь все равно мы возвращаемся к причине, это к самому человеку, который пришел с этим вопросом. Потому что дело не только в ребенке. Ну, как он, как он источник. В общем-то. Потому что я тоже об этом говорила, что ситуация, которая позволила мне и поделиться опытом и в этой области, это то, что я встретила отложенный во времени результат моего взаимодействия, моих отношений с дочерью, например. И это меня очень вырастило. В общем, да, мне пришлось многое пересмотреть. И я продолжаю это делать. И я также понимаю, теперь у меня больше понимание, что это процесс двусторонний. И у нас каждый из нас имеет волю, так скажем, волю я имею в виду, ответственность за эти отношения. За то, как они будут развиваться. С двух сторон. Во всех отношениях. Мужчины, женщины, коллеги, партнеры, дети. Очень интересно. А еще тему женщин. Я думаю, что это будет интересно. Если, ну, если дать какой-то, не знаю, совет, рецепт, да, или подсветить, на что обратить внимание, уже из своей такой точки, точки Б, да, со своим опытом, может быть, какие-то вот такие полезные, применительные мысли для женщин. Как быть счастливой женщиной? Как встретить своего мужчину? Как быть максимально реализованной? Как найти внутри именно женское вот это вот счастье? Ну, вот если возможно, какие-то буквально там. Слушайте, вот счастье — тема просто вообще изъезженная. Настолько изъезженная, почему-то все считают, что должны быть счастливые, в кайфе, по кайфу, всегда. И для этого необходимо Бали, Таиланд, ну, там просто поселиться и там жить, и будет тебе счастье, в общем. И чтобы тепло всегда и солнечно. Ну, да, у меня тоже есть свое мнение, значит, как ты. Да, вот хотелось бы сказать, тема счастья, ее слишком эксплуатирует, это стало уже объектом манипуляции какой-то, и объектом фрустрации, нет, поводом фрустрации внутренней для людей, то есть внутреннего такого, внутренней несостоятельности что-то, ну, вот как бы я несчастливый, вот счастливый. Вот, а что такое счастье? У каждого свое понимание, да, ее, например, с улыбкой связывает. Увидел в Инстаграме улыбающегося человека, боже мой, он счастлив, почему я вот в этот момент, когда мне что-то там отказали на работе, несчастлив, например, и человек задается. Ну, еще и следует помнить о возрастных кризисах, которые мы проходим, и мы проходим все не в идеальных условиях у нас, по ходу воспитания тоже было не идеальным, поэтому каждый справляется с кризисом как может. То есть о чем я? Что нормально, ну, что мы подсчитали, для человеческой здоровой психики преобладание спокойных настроений. То есть о счастье у нас связано, да, с какой-то экзальтацией, ну, просто, каким-то экстазом просто, да, вот это счастье экстаза. А если его нет, люди начинают искусственно его через какие-то истории. Да, да, да. Большую часть обычные спокойные эмоции должны занимать в здоровой психике, и также в ней присутствуют и позитивные, и негативные эмоции. Но это у кого как называются, в разных классификациях и подходах это по-разному называется. Но у нас, как правило, либо в поиске получается счастье, иллюзия счастья, то есть вот эмоции именно радости, только удовольствия, только всегда кайфа, только всегда куража драйва, только всегда вот этого экстаза. Человек фрустрируется и такой думаю, ну, я несчастный, я же не могу, я не испытываю этого в большинстве-то случаев, ну, если только не под веществами. Да, и убегает от каких-то вот этих спокойных процессов, когда можно познакомиться с собой, понять истинно, куда нужно идти. А еще больше можно сказать, что все наше творчество, оно растет и питается именно негативными страданиями, например. А это паттерн, то есть образец поведения, а это то, на что мы смотрим. А как я говорю, то, на что мы смотрим, то, куда направлено наше внимание, то и есть мы. То есть мы это поглощаем, и мы становимся этим. И поэтому, когда я смотрю в творчество Куная, что там несчастная любовь, привязанность, созависимость, господи, боже мой, да, себя нет, извините, пизда, страдания, я их так называю. Поэтому вот слушать просто мантры, это же никому не интересно. В фильме, в котором не будет пизда, страдания, не будет кассовым, понимаете? Это важно для того, чтобы продать услугу. Вот даже надо показать в Инстаграме жопу, чтобы просмотра было больше. Или сказать это слово. Вот я это сказала, я уверена, что часть населения будет триггерить вот это слово. Как? Психолог может себе такое позволить? Как женщина с этим опытом? Может себе преподаватель выше? Хорошо, что она уволилась. Ну, например. То есть у нас очень высокая требовательность. Это вот я еще о требовательности к психологам, либо профессионалам, специалистам в своей области. Или переводчикам. Что она сказала? Скажи, переведи, пожалуйста. Что она там сказала? Ты же знаешь китайский. Ну, то есть ты должна его знать, как родилась и даже лучше. Там, Ега на 100 баллов написала еще родной язык. Ну, примерно так. Можно сказать, что люди... Мысль такая пришла. Люди очень требовательные к себе, к другим. И из-за вот этой требовательности очень многие не делают сами ничего. И только выискивают, смотрят, кто же что не идеально делает со стороны. Ну, есть такое. Да, так и можно сказать. Это избегающий стиль. Вообще мы движемся в процессе постоянно и развиваемся благодаря конфликтам. Но так как в детстве нас научили, что проявлять агрессию, злость, это нехорошо. Меня учили-то, ты же умнее, промолчи. Как у меня это все бурлило. Я такая эмоциональная, темпераментная, мне надо сказать это, да, все. И сколько, какой силы, представьте, нужно было приложить ко мне вот этот гнет стыда, вины и страха, чтобы я замолчала, да, и не злилась. И даже если вот нужно кого-то послать, ну, я же, блин, хорошая девочка-психолог. Вот такое. Это избегающий тип у нас. Избегающий тип, когда мы боимся конфликтов. А конфликт, с другой стороны, это возможность единственная удовлетворить наши потребности и роста по своим ступеням. И мы, получается, отказываемся от этого роста, и в своем болотце таки спрятались, смотрим, а ну давай, давай и делай. А мы потом сделаем вывод. Либо примкнуть тебе или сказать, ну, я же говорила, а что, было и так понятно? А зачем вообще надо было это пробовать? Неужели было непонятно? Ну, это вообще любимые, вот, наверное, наезды, так скажем, такие выпады избегающего типа стратегии поведения. Тебя это касается в жизни? О, да, да, потому что вот полезности или сокровища своего опыта, которые я хотела бы преподнести девочкам, мальчикам, женщинам, мужчинам, которые готовы слушать и брать меня без обусловленности, без соответствия каким-то там условиям, да, это то, что пробовать. Мы не узнаем, пока не попробуем. Естественно, в соответствии ситуации по своим силам, вот, вот и всё. Нужно пробовать. Вот вообще, тема канала, и о чём мы хотим рассказывать и показывать, показывать о людях, которые не уезжают в центральной части, не переезжают, а находятся здесь, развиваются, и у них это получается, и они счастливы здесь. У меня такой частый вопрос. А что ты не уехала в Москву? Вот, расскажи, как ты к этому относишься. У меня вот с этой идеей у меня уже несколько было моментов. Когда я преподавала в УЗИ, это были истоки китаеведения, практического, именно на Дальнем Востоке. У нас очень сильная кафедра, я могу это сказать, то, что я видела. На Владивостоке тоже была сильная, и у нас была очень достаточно сильная кафедра по кузнице переводческих кадров, именно это. И к нам из Москвы приезжали и приглашали. И я тогда с двумя детьми, мама, замужняя женщина, конечно же, которая ставила семью и детей, и мужа выше своих собственных потребностей самореализации или карьеры тем более, я сказала, ну, куда я поеду, если муж говорит о том, что его бизнес здесь, и он никуда не поедет. Вот, я осталась здесь. Это первый был такой момент. И я хотела. Почему? Мною двигала жажда расширения моего, расширения моего дела, потому что в истоках китоведния практически у меня была сфера, это бизнес китайский. То есть я видела перспективу, я вижу перспективы сейчас, но сейчас некоторые затишные, но тем не менее, я знаю, этот момент придет и настанет. И пока что мои компетенции со мной. Я готова и оказываю услуги, там, переводческие, заверительные, так, переводческие анализы или как-то там называется. В общем, можно увидеть. Ну, в общем, ты держишь руку на пульсе. Да, я держу руку на пульсе. Это было первое касание. Второе, когда я развелась. Ну, наконец-то, да, вот, допустим, ну что ты. Все, можно. Да, девушка, ну ты же теперь развелась. А что это ты в Москву не уехала? Я начинаю наблюдать, собирать информацию по этому поводу. Почему я не уезжаю в Москву? Я вижу, что собираю, я информацию вижу, что там люди едут не на пустое место. Не просто так, о, я поехала в Москву. Ну, именно люди, которые потом довольны своими решениями. И я поняла, что, значит, у меня этого повода пока нет. А внутри было противоречие. Ну, у меня же не закрыт гештальт. У меня вот это желание было. Но желания, разные формы желаний, они относятся к какой-то потребности. И, вероятно, у этой потребности есть еще ряд других желаний, которые бы ее удовлетворил. Поэтому я ее удовлетворила по-другому. Но умный ум, контролер и окружение, которое задает вопрос, ну что же ты не уехала? Вот это противоречие муссировало. Теперь я себе могу сказать точно. Я делаю то, что хочу. Это не значит анархия полная, а это значит, что есть знание по нейропсихологии того, что я уже делаю, мой мозг уже просчитал то, что он хочет, и я это делаю. А если я этого не делаю, я этого не хочу. В общем-то, это действует в отношении психики всех людей. Делается именно то, что хочется, и мозг просчитал, как необходимость. А мы затем это только объясняем. Мы как бы видеорегистратор наше сознание, оно потом только объясняет. Ой, да потому что, ну не настал момент, потому что, а что это вы так интересуетесь там, ну и прочее. На самом деле, ну не хочется, передумала. Тебе хорошо здесь? Да. Хорошо здесь? И я думаю, что и в Москве мне будет хорошо. Вот радость-то какая. И в другом месте мне тоже будет хорошо, потому что дело в том, что я сказала, а зачем, не бегу ли я от себя, думая, что условия моей удовлетворенности где-то там внешне, а не внутри. Давай-то я займусь своей внутренностью, чтобы мне там было хорошо. Окей-вость такая, да, как мы называемая. И тогда мне везде будет хорошо. То есть, в общем, выгодно, чтобы было внутри хорошо, тогда всё вокруг хорошо. А есть ли у тебя какие-то ежедневные ритуалы, по которым ты, условно говоря, сверяешься, хорошо ли тебе? Вот у меня, допустим, есть, я каждое утро спрашиваю, чего хочет моя душа. Интересно. Да, у меня даже это на заставке на телефоне, первая строчка, видишь, вот, чего хочет моя душа. И каждое утро просыпаюсь, я смотрю, отвечаю себе на этот вопрос и начинаю жить, исходя вот из этого. У меня какие-то... Есть подвижные привычки, хорошая привычка это отсутствие привычки. Подвижные, что это значит? По ситуации, по потребности, и я даже занималась тем, чтобы я не слишком рьяно или жестко, категорично вводила какую-то одну привычку, что вызывало бы во мне такое смятение потом и чувство вины. Ой, я это не сделала. Так что я за человек такой не сделала? У меня есть сила воли. И еще один повод там... Побичевать себя, да-да-да, пострадать. Ну, так скажем, на сегодняшний день. А на сегодняшний день и близкие знают, и я знаю, что я ложусь спать и встаю с утра с СММ. Что это значит? Это еще одна моя забота. Это соцсети, в которых я выкладываю. что значит ты ложишься и просыпаешься. Вот именно с этим. С телефоном в руках. Серьезно? Да, да, ложусь и встаю с телефоном в руках. Первое, что я делаю... Неожиданный ответ? Неожиданный ответ. Первое... Я думала, Янина просыпается на заре, заводит чаши. Вау, вау, вау. Нет? Вот, кстати, момент, когда у нас есть представление, каким должен быть учитель, каким должен быть наставник, психолог, инструктор йоги. Явно он должен быть таким. Вставать на заре, крутить чаши, пить воду, делать гимнастику, йогу, сидеть в медитации час, а затем идти и творить добро на улице всем встречным и поперечным. Ну, например, вот так. и каково же потом внутри удивление и сразу же оценка и осуждение, когда человек встречается с реальностью, а не со своей иллюзией. Очень многие вот таким вот образом, столкнувшись с этим, ушли от этого, не взяв свою возможность и не воспользовавшись условиями, ресурсами, которые они могли получить во нашем взаимодействии. Вот первое, что я делаю, прежде чем войти в соцсети, это вот сейчас, это обязательно, это разговор с моим сновидцем. То есть у меня и сны, и я работаю с тем, чтобы клиенты тоже замечали сны, что им снится, какие это чувства, какие ощущения вызывают, какие объекты, с чем символизируют. Как это происходит? Ты проснулась? Я проснулась и сразу же в заметке вношу свой сон. Затем в личной терапии обязательно раз в неделю у меня личная и групповая терапия. Твоя личная? Моя личная. У каждого психолога должен быть свой психолог. Но я думаю, что у каждого человека должен быть психолог. И это как психогигиена. У каждого же есть стоматолог? Вот психогигиена также должна присутствовать. И я с психологом затем разбираю это, раскручиваю. И знаю, что раскрутить могу только я сама. И смотрю, какой уровень беспокойства и тревожности. отслеживаю. То есть это вопросы самоопознания, самонаблюдения очень классные. И важно на это уделять время. Конечно. Мне интересно для себя лично, ты говоришь, есть личная терапия и групповая. Вот про личную я согласна, да, а вот про групповую как-то не думала. Расскажи, что это дает, в чем разница. Что это дает? Мне интересно с ума применить это. Я как единица социума всегда в отношениях с социумом. Да, с кем-то. У меня есть какие-то вопросы, которые возникают в социуме, либо вот в отношениях я испытываю дискомфорт. Из собственного сознания, ограниченного именно моим субъективным отношением к этой ситуации, я не смогу и не могу видеть альтернативных видений этой же ситуации. И я использую моделируемые условия, то есть терапевтическая группа, где представители социума, то есть где кто-то вне моего я и вне моего сознания дают мне обратную связь, как эхолокация, на одну и ту же ситуацию. И там, в этом моделируемом пространстве, безопасном, простраиваемом, простраиваемом, я могу видеть и себя больше замечать, потому что мне дают обратную связь, и понимать и принимать психологические процессы и механизмы, которые происходят. в людях и натренировывать себя на принятии. То, что другой человек, не я, он думает по-другому, он ощущает по-другому, у него мысли вообще из заморочки о другом, и он считает трудностями вообще другое то, что я не считаю трудностями. Он считает это полный, а я считаю это, ой, неприятности. Это тоже повод для меня было разобраться с собой. Это помогает видеть многомерность мира, что существуют другие мнения, и как следствие, когда возникают те или иные ситуации, ну, как бы, ты уже готова. Я уже ощущаю себя более спокойной, я ощущаю себя более спокойной и опорной. Сейчас новое слово очень модное, это опорный. то есть с опорой на себя. Я становлюсь более гибкой в общении и более свободной от мнения и оценки другого человека. То есть я спокойнее реагирую, если другой человек скажет, какой она психолог, какой она переводчик, какая она мать, какая она там партнерша. Ой, первостатейная там. Совершенно интересно. Немножко вышли от темы про регион, про жизнь в регионе. Вот давай вот прям конкретно поговорим про Благовещенск, Камерскую область, Дальний Восток. Вот именно, что тебя сюда здесь притягивает, за что ты любишь регион, как ты видишь возможности развития. Вот мне хочется, чтобы зрители, которые посмотрят передачу, вообще идея моя сделать так, чтобы люди понимали, что всё внутри нас и, ну, как бы, куда мы не поедем, мы едем с собой и развиваться, становиться классными, яркими, проявленными можно в любом месте. И даже в небольших регионах. Благодаря интернету это можно делать абсолютно из всех точек. Другой момент, что у тебя внутри говорит насчёт того, что ты в Благовещенске, что ты лохушка, что ты в Благовещенске. То есть это вопрос ценности. Да. Какая у тебя установка связана с геопозицией? То есть, я подуспокоилась на этот счёт. Почему? Потому что интернет, онлайн, удалённый доступ, работа, она предполагает вообще нахождение, да хоть, я не знаю, в Танзании где-нибудь, да, в деревеннике, лишь бы была связь. Ты сидишь и можешь оттуда очень прекрасно вещать. Но для того, чтобы у тебя расширялось сознание, тебе нужно постоянное общение. 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 Без этого нет. Я вижу, что ты очень много учишься, буквально у нас съёмка должна была быть на прошлой неделе. Настя, мы едем в Хабаровск учиться. Вот расскажи, чему сейчас ты учишься. ну опять же, привязка к региону, то есть вы не только куда-то там, в центральную часть, а и по региону учитесь. Как оцениваете специалистов тут, уровень? Здесь тоже момент, с которым я сталкиваюсь в социуме, то установка, что вечный студент опять учится, избегаешь откуда-то. Вот такой. И он у меня так бродил тоже, и я решила ответить себе на вопрос. Тридели. Да, чего я хочу-то? Я избегаю или хочу? Это моя жажда жизни и жажда, я уже повторюсь, поглотить этот мир, узнать его. Потому что многомерность и большее количество пазлов даёт мне возможность увидеть картину шире. в которой будут взаимосвязаны и они взаимосвязаны и квантовая вселенная, и физика, и психология, и медицина, и психосоматика, и мантра, и чаши, и таро, и переводческая деятельность. Для меня это всё очень единая материя и процессуальная она. Это невозможно вычленить одно на другого. Поэтому я в ближайшей зоне доступа, вот мне произошла необходимость и актуальность соприкоснуться с этой гранью. Я иду в неё. Я считаю, что это нормально, постоянное состояние ученичества. Это одна из потребностей нашей. Что-то узнавать новое и передавать это людям. Но, опять же, ум некоторых людей в сопротивлении к получению чего-то нового, новизне, и своему ощущению двоечника, когда ты узнаешь что-то новое, их оберегает. Они не идут туда и говорят, а зачем мне? Я и так уже профессионал. Или ругаю. Да. Я же 20 лет в этом. Так просто. Чему тебе ещё учиться? Сколько ты можешь уже учиться? Иди делай. Хорошо. Я делаю. Психология. Получила диплом по психологии. И заинтересовала меня очень физиология ЦНС, центральная нервная система. Это ко мне было знание ещё из медицины. Я поступила в образовательное учреждение государственное медицинское. Сейчас учусь. Медициной занимаюсь. Тут же занимаюсь медициной, а это тело. А есть телесные практики. Это уже возрастная психология телесного развития. И ребята, благодарю их, из Томска и Новосибирска организовали этот международный институт интеграции, в котором передают эти знания. Мне очень понравился их подход. Сочетание теории и практики сразу в обучении. Я пишу, то есть телесно-ориентированная терапия. Плюс йога, танцы, чаши. Это всё обоя там. Религион я чуть ничего не сказала. Да. Вот именно за что? Да, давай вернёмся. За то, что здесь так солнечно, как в Сочи. Мне нравится широта, так скажем. Широта просторов мне нравится. Мне так же Алтай нравится. Немножко они похожи. Вот эти вот поля, луга, просторы Амурской области. Я вообще люблю природу. И здесь её больше не тронутой такой природы, недр, которыми она располагает, которые сейчас вынимают, так скажем. Ещё для меня это геополитическое место соединения двух культур, конечно, восточной и нашей русской. И мне очень всегда интересно, это опять же моя внутренняя способность, быть проводником на нашей стороне, для наших китайских партнёров. Интересно, как они видят этот мир. Без прекрасных, без иллюзий насчёт добрых, очень вежливых, услужливых китайских партнёров, без этих иллюзий. А насколько ты знаешь регион в целом Дальневосточный? Камчатка, Сахалин, Якутск, может быть, где-то? Ну, вот что такое знаю? Ну, конечно, соприкосновения были. Сахалин, Камчатка, это здорово. И я считаю, это Дальний Восток, это край достаточно суровый, который воспитывает в нас такую твёрдую надёжность, я бы так сказала, конкретность. Вот на нас можно положиться и рассчитывать. Если сравнивать и смотреть тот же менеджеров, москвичей, мегаполисов и наших, на наших можно больше опереться и положиться на счёт компетентности, профессионализма, если обучать, конечно, чем на москвичей, питерцев и прочее. То есть здесь разный подход. У нас подход конкретный, и вот это подкупает. То есть с нами больше идут в сделки. И сейчас, кстати, виден этот процесс, то, что привлекается рабочая сила именно с Дальнего Востока, с глубинки, где люди могут, хотят работать так, чтобы к ним обращались ещё. Спасибо большое. И, Нин, давай поговорим ещё всё-таки про нас, про женщин прекрасных, про отношения с мужчинами. На правах ведущей своего личного подкаста я могу задавать такие вопросы. Для меня это интересно. Поделюсь. Я выбрала в этом году для себя два таких основных вектора развития. Первое — это развивать себя как эксперт по личному бренду, помогать делать так, подсвечивать, чтобы в регионе становилось больше ярких проявленных людей. Собственно, подкаст, в том числе, инструмент для этого. И вторая, так скажем, очень важная часть и направление — это развитие себя, нет, фокус на отношения. Но для этого более глубокое изучение себя как женщины. Для того, чтобы подготовить себя для... Анастасия, а как ты себя узнаёшь как женщина? По-разному. Вот как, интересно. Как я узнаю себя как женщина? Я также практикую телесные практики. Я... Сейчас скажу. Допустим, я смотрю... Если раньше я смотрела передачи только про саморазвитие или там про личный бренд или про продвижение, то сейчас я прям осознанно, каждый день смотрю что-нибудь про психологию отношений, про мужчин, вот какие-то такие истории. То есть я это включаю. Честно, я каждый день захожу на сайт знакомств. Ну, то есть я туда тоже направляю чуть-чуть энергии, чтобы мне, в принципе, увидеть, какие они есть, мужчины, понять вообще, что я... Ну, на что он мне откликается. Я из разных таких паззлов со специалистом тоже и начала. Я поняла, что мне и на эту часть, если я хочу здесь достичь каких-то успехов за этот год, мне нужен человек, некий проводник. Вот я сейчас в поиске такого проводника, с которым я буду эту тему обсуждать и какие-то свои внутренние процессы. А как я еще исследую? Я начала соглашаться на встречи, на свидания, допустим. Отлично. Потому что в самом начале, Анастасия, вы сказали очень важную, ценную вещь, что практиковать, главное практиковать. Мы в практике научаемся. Именно в практике отношений мы узнаем больше о себе, как женщина, потому что нет вилки без ложки, ложки без вилки. То есть здесь сопоставительность. То есть мы узнаем о себе, как о женщине в общении с мужчиной. Какая я, что там во мне поднимается. На самом деле это очень... Я даже не задумывалась, что у меня вот такие мысли появятся, вот такие реакции. И это интересно. И каждый раз после какого-то свидания, знакомства, опять же, да, как ты можешь... Надо пояснительную записку всегда. Мужчины, когда слышат слово «свидание», у них сразу такая полная картина. И что ты ходишь каждую неделю на свидание? Здорово. Сейчас ты подожди, ты о чём подумал? Свидание для меня — это возможность познакомиться с людьми, познать себя, обменяться, может быть, какой-то обратной связью. И это очень интересно. Вот это то, что делаю я. Я помню, Анастасия, с коворкинга у тебя был такой челлендж «В день одно знакомство». То есть ты впускаешь новизну. Вот здорово. Да, это у меня уже очень давно такое золотое правило «Одно знакомство в день». И неважно, там, мужчина-женщина, одно знакомство в день. В этом году я себе немножко этот челлендж, так скажем, мой внутренний, потому что это уже такая натренированная привычка, я её поднакрутила, так скажем, в сторону. Мне интересно узнавать мужчин. Ну, правда, интересно. Какие они, какие они все разные, какие они... Это, может быть, раньше у меня было такое ощущение, что взрослые мужчины — это вот супер неинтересно, скучно, и они все вот с таким каким-то мышлением. А нет, разные абсолютно бывают. Да, все разные. Вот я хочу, чтобы ты поделилась каким-то своим видением, опытом. Делюсь. Делюсь, прям хочу поделиться. Это первое. Какая должна быть женщина? Здесь столько информации. Опять же, тема такая же избитая, заезженная и эксплуатируемая. Маркетинг, как и слово «счастье», так и женственность ли женщина. Какой я должна быть? Блин, да мы никому ничего не должны. Принять в себе эти способности, которые у тебя есть уже, качества, свойства женщины, без натягивания себя на образец, что женщина не должна материться. Психолог тоже, кстати. Но мы это легко делаем. Это свобода от предрассудков и предвзятого отношения, а также от зажатости, ограниченности и обусловленности, что мат – это что-то такое-то, не такое. Женщина должна носить платье и юбки только. Женщина должна отращивать длинные волосы. Так, женщина, да-да-да, должна носить украшения и краситься косметикой. Женщина должна носить шпильки. Женщина должна соблазнять своего мужчину новыми танцами и эротичным бельем. Женщина должна готовить очень вкусно, то уйдет другой. Женщина в постели должна быть максимально раскованной, делать и давать приспосабливаться, и даже имитировать. Ну, а то она женщина. Только такая будет успешной, только такая завоюет лучшего мужчину. Вот это вот какая-то конкурентность, вот это какая-то вот «забери лучшего мужчину, станешь женщиной, уведи». Вот это вот, она тоже рождает очень много внутренних страданий и уводит от понимания себя как женщины. Ну, во-первых, нигде никто не решил, какая она женщина. Это совершенно другая вселенная. Во-вторых, никакая женщина, имея внутренний богатый мир, не должна соответствовать какому-то образу или образцу, который предоставляют наши общественные лекторы. Я не буду их имена и фамилии предоставлять, уже так и знаю, да, что вот там женщина должна. И в-третьих, чтобы узнать разницу восприятия ложки и вилки, мужчины и женщины, ну, для этого не обойтись, и приходится общаться с мужчинами. То есть вот это основное. Общаемся с мужчинами, узнаем себя. А насколько мне комфортно? А что я здесь хочу? А что меня сделает довольной? Вот. Очень классное вот такое вот намерение тоже дня. Аж у меня тоже был вот как-то в один день у меня была привычка. Я себе задаю вопрос. А что я могу в данных ресурсах, которые сейчас у меня в доступе, сделать, чтобы чувствовать себя лучше? Очень классно работает. Оно возвращает меня в момент здесь и сейчас. И ценишь то, что есть, и замечаешь, что это есть. И начинаешь пользоваться тем, что есть, и перестаешь обесценивать. То есть ты не переносишь в мыслях, о, вот если бы у меня было то-то, вот тогда бы я больше разница. Когда у меня появится мужчина, тогда я начну... Вот тогда я женщина. Тогда я начну вот красиво наряжаться и ходить куда-то. Да, но это еще один момент, кстати, это архетипы женские. И один из архетипов это Гера, жена Севса, если вы помните. Она очень ревностно относится вообще к другим женщинам и считает, что она состоявшаяся и вообще удавшаяся, успешна, если у нее есть муж официальный, расписанный. И она будет ревностно оберегать эти отношения и знакомиться только с безопасными женщинами только в составе пар. И других свободных женщин вообще не будет привлекать. И для нее целая трагедия остаться одной, например, либо быть без мужа. Она готова жить с мужем, с любым, лишь бы был официальный подпись. Какие там отношения, неважно прям. Слушай, я вот в тему женщин-мужчин поделюсь тоже своим опытом. Какое-то время у меня была установка. Меня спрашивают, почему ты периодически делаешь попытки куда-то уехать с Благовещенска. Я возвращаюсь, говорю, мне здесь нравится. Я знаю, что я тут могу делать, я могу развивать. Мне интересно. Но у меня прям была такая установка. Но здесь нет мужчин. О, да, знакомая. А где они? Мужиков-то нет. Ну вот у меня был, ну вот он умер. И сейчас нормальных мужчин нет. Да-да-да. Вот, и тоже там, все классно, люблю Дальний Восток, люблю Благовещенск, но мужчин тут нет. Или меня там, ну, не видят, не замечают. Прямо у меня такая долгая история была. И я уже, знаю, в прошлом году думаю так, давай-ка. И самое удивительное, и такое, все мое окружение, девчонок, у кого нет отношений, они это произносят постоянно. И в какой-то момент, когда я уже начала отслеживать, я такая, так, что происходит? Зачем это все говорить? А еще таки, любимая, бабий век короткий. Я такая не слышала. Я слышала, слышала, что, типа, надо это делать, пока молодой. Потом ты никому не нужна, тем более с детьми. Кому ты вообще нужна в своем возрасте? Конечно, ерунда. Да, вот я тогда фокус внимания всегда переключала на те образцы, примеры, реальные, конкретные жизни людей. Когда и за 60 лет находили партнера, партнерша, женщина, и с детьми находила, и все прекрасно. Так что вот, что важно для женщины? Мы не говорим, какая она должна, ничего она не должна. Что она должна сама себе? Вот творится. Не говорим, кому должна, должна себе. Ничего она себе не должна. Знаешь, у меня есть еще одна процедура утренняя, когда я умываюсь. Когда я умываюсь для женщины, чтобы вспомнить, пробудиться, настроиться на свою женственность. Поделись, пожалуйста. Я женщина. Сексуальная, обаятельная, женственная. 80% моего внимания во мне. 80% внимания во мне. 10% внимания в комфорте моего пространства. И 10% внимания в удовольствии. Понимаете? И так 100%. То есть меня делает женщина удовольствие, оно как бы наполняет меня, оно меня как бы расслабляет. Я становлюсь по-круткам. Как мне хорошо. Мне не нужно представлять о себе кого-то. Я не озабочена, чтобы выглядеть как-то. Потому что я знаю, что в доступном ресурсе доставит мне удовольствие. И я его себе позволяю. И не виню себя за то, что у меня есть эта возможность и способность доставлять себе удовольствие. И стыда в этом отношении тоже нет. Показать себя, свое тело, сделать классную фотосессию, позаниматься вокалом, сходить на массаж, на танцы парные, на йогу, на учебу вместе съесть. Это все удовольствие. Еще вопрос такой. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, необходимо ли в отношениях совместные какие-то такие практики, обучение, что-то вместе делать? Насколько, если в процентном соотношении... Это, знаете, тот момент, да? Ну, по твоим ощущениям... Необходимо ли. То есть тип взаимоотношений в парах у всех различен. У всех разный. Почему? От чего зависит? От моих внутренних потребностей воспитания тоже. И ситуации. И ситуации. И там будет разный тип слияния. Либо полностью, либо 90%, либо там 10%, либо рядом соприкасаться, либо отдельно. И в зависимости от этого типа и будет у нас какое-то количество времени вместе. Но если это устраивает обоих партнеров, зачем я себя буду напрягать? Нет. Мне умные люди сказали, что вот так вот надо будет. Эксперт мне сказал, вот так вот надо. Я хочу быть похожей на нее. Я хочу испытывать такое же счастье и удовольствие, как она, смотря на ее просто фотку, не зная, что у нее там в жизни произошло. Поэтому мы должны вместе ходить в кино. Мы вместе должны ездить, отдыхать. Мы вместе должны ходить на массаж и в бане. Подожди, как происходит вот у тебя? Ты со своим мужчиной сколько времени проводите вместе? Вот очень интересный вопрос. Я вот думала об этом. Спросят меня Анастасия или нет? Как происходит у меня? Начнем, наверное, с того, как познакомились мы с моим мужчиной. Именно увлечение, страсть и любовь к лошадям нас привела, сделала так, что мы встретились вообще. Соприкосновение. То есть соприкосновение было не из что-то я одна, что-то мне надо срочно партнера, что-то я не справляюсь. Ты была в своем процессе, занималась своим развитием, у тебя было твое увлечение. Я общаюсь, открыто, да. Вот. Если ты из этого встречаешься с партнером, то у вас всегда будут общие точки соприкосновения. Почему? Потому что вы в едином увлечении с ним пересеклись. Да. И поэтому с моим партнером мы ездим и обучаться, потому что у нас общие точки соприкосновения. Как вообще стоматология, может психология быть соприкасаться? Может. И опять же, знания и информация мне помогают видеть эту связь четко и очевидно. Потому что очень многие стрессы, не проработанные, не выявленные, не озвученные свои потребности, зажаты в челюстях. А это расколотые зубы, коронки, мосты, пломбы и все прочее. То есть, можно как в черную дыру просто деньги туда бухивать, не занимая своей психогигиеной и не отрабатывая вот эти стрессовые механизмы. Очень интересно. Вот. Поэтому мы и на учебу вместе, потому что во всем есть связь. Мы отдыхаем вместе. Нам интересно мнение друг друга. Мне интересно мнение мужчины. Интересно мнение женщины. Есть некая божественность. Мне интересно как божественность, божественная душа, Бог. Я как божественная богиня. То есть, вот такие вот отношения. Нам интересно вместе порадоваться и видеть рост, развитие детей, внуков. Это тоже очень интересно в общении. Нам интересно трудиться над одним проектом. Это клиника Остом. Я горжусь этим проектом, потому что я вижу, хоть и не сразу, но отложенный эффект воздействия, влияние информации, связанной с психологией, проживание, переживание этих процессов. И всегда вижу отклик и слышу пациентов о том, что атмосфера другая. Она исцеляющая. Что человек, как Сократ сказал, еще раз повторюсь, что человек, врачующий тело, не может обойтись без врачевания души. Это психосоматика. Кстати, тут момент, что многие врачи, я сейчас в медицине, вообще, какая психосоматика, о чем вы считаете, это вообще ненаучно, хотя очень многие есть. Это вот про избегающий тип. Я все ахаю сначала, а потом, ну, когда уже заставят, может быть, сопротивлением я это сделаю, даже не занимаясь исследованием этого вопроса. То есть, это не профессионально даже делать оценку чего-либо. Ты не изучил даже ни одного труда. Не позанимался, сказать, нет, мне это не нужно, это полная туфта, это просто шарлатанство. И если возвращаясь к женщинам, можно резюмировать, ну, такой, ну, не рецепт, да, что-то вот, заниматься собой. В первую очередь, найти себя, почувствовать себя, что тебе интересно изучать, и в процессе, в этом пути с тобой будут происходить разные приключения, будут приходить люди, мужчина это придет, партнер придет, да, это все путь. Кайфовать от пути, наверное, да, от каждого дня. Восточный опять подход, когда мудрость, кайфуешь не от результата, вот когда я достигну вот того, тогда я так, фух, хорошо, а уже от процесса в этом пути кайфовать. У нас европейский подход, это достигаторство. Вот когда у меня будет достижение, и я выполню, поставлю галочку, или тычковать, говорят, да, там, написал себе планчик, ой, вычеркнул, или тыкнул, здесь все сделано, и тогда только я могу погордиться, порадоваться. А если я ищу, к тому же, сейчас скажу, кто, перфекционист, у меня вообще нет возможности порадоваться, потому что даже сделанное я обесцениваю. Вот, да, это кайф в процессе, в пути. Еще вот тут вот такой момент, сказано, жить для себя, очень много установок, иллюзий, дорогие женщины и мужчины, что жить для себя, это как-то очень неподоброму, очень эгоистично, очень недобродетельно. Вот здесь вот хотелось бы развести вот эти моменты. Жить для себя, это жить в соответствии с внутренним импульсом, внутренних запросов, потребностей, но облекать это формы таких желаний, социально приемлемых для общества, и делиться этим. Когда я живу для себя, общество и окружение вокруг меня заряжается и получает это тепло. Только человек, живущий для себя и знающий, как себя удовлетворить, способен согревать и давать это тепло человеку, который в нем нуждается и готов. Но я не говорю про тех, кто завидует, там вообще вариант другой. Смотри, вот я тоже так чувствую мир, и вот по твоему примеру вижу, что классно сейчас и комфортно, счастливо и радостно будет тем людям. Вот ты очень классно умеешь в себе это подружить, вроде бы то, что не дружится, да, и духовная составляющая, и современная социал-медиа, семейная социал-медиа, смейная, блогерство, ведущая. Ну то есть там есть все и оно как бы не конфликтует. Психология как раз и любовь к миру и к людям вот в этом и состоит, что я принимаю тебя с твоими разностями, с твоим другим подходом, и я продолжаю контакты и отношения с тобой, несмотря на то, что ты можешь быть не согласен, что ты отрицаешь то, что я говорю, но у нас всегда есть потенциал и перспектива быть и делать что-то вместе, творить. Ну и давай за финалем, если будет, а точно будут смотреть наш выпуск, ребята, ну там не знаю, 20-30-летние, может быть какие-то им такие, ну не большие, ребята, это уже общий тетей-дядей, 14-12 это ребята. Ну оглядываясь назад и имея свой вот этот опыт и чувствование мира, да, все, что сейчас происходит, ну может быть какой-то, не знаю, напутствие на каждый день. Ну мы уже много всего сказали, так, если сказать. Ну вот это напутствие уже звучало у нас в программе, о том, что пробовать по ситуации и с учетом своих сил, пробовать, только попробовав, можно сказать, подходит это, делает ли это мою жизнь сейчас, в этот момент лучше или нет, и не привязываться, то, что в другой момент уже другое что-то поможет. Не привязываться к результату. Не к результату, не к этому средству, что ты пробуешь, да. Почему? Потому что, как плод, я перешел реку, больше он мне не нужен, зачем мне таскать его постоянно за собой, да, но он послужил мне уже, и я получил это удовольствие, так же и здесь. Попробовал, и ты не обязан этим заниматься всегда. Попробовал, и ты не являешься лохушкой или лохом, потому что ты это попробовал, потому что твоя самоценность принадлежит тебе, и у тебя есть опора на себя. Ты всегда себя ценишь, вне зависимости от того, что ты пробуешь, и вне зависимости от того, что говорят о тебе другие. Они всегда говорили, говорят и будут говорить, и мы тоже говорим. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Я получила большое удовольствие, и если бы вы, правда, были здесь, такое поле, оно у тебя, правда, такое распространяющееся и занимающее пространство очком, комфортно. Спасибо тебе за твои инструменты, за открытость. Я бы, конечно, хотела еще спросить вот тему про то, должна ли, ну, блин, не должна, ладно, женщина, которая зарабатывает деньги. О, у меня тоже это промелькнуло, что это очень триггерящая тема, это работающая женщина. Опять же, маркетинг сделан на это. Очень хорошие деньги про работающую женщину. Опять же, вот об этом я говорила, что разные вводные данные начала отношений, разный подход каждой паре к этому. И если это устраивает обоих, то почему я должна соответствовать образу, что настоящая женщина не работает, но есть что-то вне работы, это самоактуализация, самореализация. А вот она может быть и в форме работы, и в форме фриланса, и в форме меценатства, и в форме творчества. И какая из этих форм твоя, чтобы не чувствовать за это стыд? Я такая вот дармоедка, как там, что это? Или не дармоедка, а такая зависимая, что это? Я не могу себе трусы, что ли, купить? Ну, мне нужны деньги, там, или булавки, шпильки. Не буду я унижаться, просить у него на трусы, пойду сама себе заработать. Ах, ты не хочешь этого делать? Да я сама пойду и сделаю. Вот это тоже, кстати, крайность. А задача наша движемся посередине, золотая середина, движемся в направлении своей самореализации. То есть, если нравится, ты чувствуешь отклик и востребованность в том, чтобы творить, блогерство, праздники, это очень востребованное. Я вижу эту радость, эту энергетику людей. Ну, я чувствую себя в единении с миром благодаря этому. И тогда нет стыда, страха и вины за то, что я не имею четкой вот такой работы за 25 тысяч рублей в педвузе на полторы ставки не хожу там и не ишачу, чтобы я потом была отжата полностью и не могла отдать ни себе, ни окружению, ни тепла, ни радости. Только вот раздражение, гав-гав-гав, все такое. Мне это все близко, знакомо, известно. Все, проходили, да, есть опыт. В общем, если за финале, то у меня по итогам сегодняшней нашей беседы два таких слова, три. Самореализация, сотворчество, а между этим и вокруг этого любовь. Вот как тебе. Да, да, да. Оно все обволакивает, оно идет из нас, оно соединяет нас, и вот самореализация, это я есть сам собой, что у меня там внутри происходит со творчества и вокруг. Про любовь. Вот про любовь буквально. У всех очень много мнений, поэтому на этот счет. Подсказка или лайфхак, или полезность, такое вот спросила. Любовь имеется в виду то, от чего нет страха. Вот такой критерий или симптом. Если тебе страшно, но ты почувствовал это и страх прошел, это любовь. Вот это вот принятие, вот это более высокие вибрации, это свет, это тепло, это дружественность. Там очень много граней, замесов, можно разными словами это описать, но когда ты в состоянии любви, нет страха. Вот это вот стопроцентный симптом. Так что пользуемся. Да, пользуемся, применяем, и каждый раз мы можем это применить. Да, калибровать у себя. То есть любовь есть, нет. То есть если у меня есть страх, что я потеряю отношения, это не любовь. Если у меня есть страх, что я иду не своим путем или еще что-то, это тоже не любовь. То есть везде, где есть страх, там нет любви. Как только входит любовь, или я в состоянии любви, у меня нет страха. А для этого ресурс нужен. Супер, вот у меня тут картинка даже родилась по этому поводу. Спасибо огромное. Спасибо вам. Очень тепло, очень глубоко. Я думаю, что нашим зрителям тоже очень понравится. Если будут какие-то вопросы, если вам захочется как-то ближе соприкоснуться с полем этой замечательной женщины, мы оставим все ссылочки, вы сможете найти, и Нина поделится чем-то с вами обязательно. И я изучу для себя вопрос про... Я сейчас не знаю, куда-то это пойдет, не пойдет, но мне прям... Вот я как сказала, у меня есть направление по изучению себя как женщины, отношений. И я ищу себе такого проводника и сейчас понимаю, что вот это какой-то такой персонаж может быть, у которого опыт больше, чем у меня, у которого есть удачный и неудачный, разный опыт. Я как будто сейчас увидела, какой должен быть для меня этот проводник. Главный компонент любовь. То есть если не будет создаваться условие присутствующей любви, то есть я принимаю, Анастасия, тебя полностью такая, какая-то есть, я не осуждаю, я тебя поддерживаю, я могу поддержать, я могу показать, что делать или как делать, но делать вместо тебя я там, допустим, не буду, да. Даже вот психологи тут могут поругаться. Я не буду тебе говорить, что делать, но я буду этим условием, в которых будет созревать твое решение. А когда у тебя созреет решение, ты сама начинаешь делать. Импульс появляется, потому что из-за него невозможно. Да, вот об этом. Да, спасибо. Намасте.